Мы очень ждали этого дня, это хороший большой праздник для нас, для всех. Ждали, приехали, с удовольствием ходим, посещаем. Ярмарку ждали и фермеры, и горожане, Ильдар Мефтахов, из тех, кто овощи покупает исключительно на сельхозярмарках, и для своей семьи, и для родителей. Последний раз за картофелем, луком, морковью приходил сюда в конце декабря, тем самым закрыл сезон осенних ярмарок. Запасов хватило. Стабильно, вот сюда ездим. Друзья уж все здесь, встречающиеся, общающиеся. Очень удобно то, что проводят такие мероприятия, потому что уже ближе к весне все заканчивается. Сегодня вокруг ромпарки свою продукцию предлагали фермерские хозяйства Изарска, Маматыша и Утмара. Сто машин привезли сельхозпродукцию на 10 миллионов рублей. Картофеля 25 тонн, овощей 15, сахара 8, молока 7 тонн. Главным спросом у казанцев пользовались свежие овощи, молоко и мясо. Очередь за этими продуктами не заканчивалась до конца ярмарки. Особо ожидаемым товаром сельхозярмарки стал лук-сивок. В основном он пользуется популярностью среди дачников, которые уже сейчас начали готовиться к открытию сезона. Мы лук покупали, сейчас вот хотели посеять, попробовать. Все разные вот, 4 сорта купили. Со всех районов полную продукцию привезли. И молоко, и мясо на сегодняшний день. То есть весь ассортимент есть. Свои даже собственные продукции, консервированные продукции в банках люди продают на сегодняшний день. Говядина дешевле на 20 рублей за килограмм, сахар на 5, мука на 3. Цена на молоко осталась прежней – 40 рублей за литр. Немного выросла стоимость борщевого набора, но все равно она ниже магазинных. Цена существенно дешевле. Где-то процент на 30, а где-то даже на 40. Отличные ярмарки. Очень хорошо. И блины угощают, варь с товара. Какая ярмарка без фермерских угощений под аккомпанемент баяна и звучную песню. Свежеиспеченные блины пришлись по вкусу и взрослым, и детям. Угощаем всех, кто вот здесь вот покупают на ярмарке все, чтобы до дома дойти, сил было. И за это вот угощаем бринами вкусными, чаем, варенье, мед. За качеством товаров и соблюдением всех норм на ярмарке следят ветеринарная служба и Россельхознадзор. Мы здесь перед тем, как вся продукция поступает, проверяем наличие всех ветеринарных сопроводителей документов, чтобы они были правильно оформлены и рассматриваем, как они все расставлены по местам и нет ли никаких нарушений. Сельхозярмарки продлятся до 22 апреля. Потом аграрии приступят к весеннему севу, чтобы осенью вернуться в города с новым урожаем. Иван Сарафанов, Данил Филатов, ТНВ, Казань.